Это видео для тех, кто ищет спонсоров США, чтобы въехать по программе United for Ukraine. В предыдущем моем видео я давала информацию об организациях, помогающих в поиске спонсоров в США. Но желающих очень много, и те организации не могут справиться со всем потоком желающих, и некоторые из этих организаций приостановили время на прием новых документов на обработку. В этом видео я расскажу и дам информацию о новых организациях на территории США, помогающих украинцам с этим вопросом. А вы пока поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить последние новости и лайфхаки, которые так нужны здесь, в США, когда начинаешь жизнь на новом месте и в новых условиях. И вот, первый линк, первый линк, это вот, веб-сайт называется NA for Ukraine, называется North America for Ukraine. Линк на этот веб-сайт я оставлю ниже под видео также. Вот, вот этот веб-сайт названия, naforyukraine.org. Это вот такой вот веб-сайт, и на нем, значит, они говорят, что United States started, get started here, то есть начинайте отсюда. И спонсор для, вот спонсор для, значит, вот это вот место для спонсоров, американских спонсоров, которые хотят зарегистрироваться на этом веб-сайте, а это место для людей, которые ищут спонсора. Request for a sponsor from USA. То есть, и также здесь Ukrainian request for a settlement support в Канаду, то также для желающих выехать в Канаду. Тоже вы можете нажать на этот линк и посмотреть. Я остановлюсь подробнее на вот этот вот request for sponsors from USA, то есть для людей, которые ищут спонсора в США. Вот эта страничка, и здесь говорится, что «Підтримка в переселенні для украинцев в США». Будь ласка, заполнить наступну форму, щоб подати запад на підтримку переселення в США. А якщо можно, англійська мова. То есть писать желательно англійська мова. Через великий попыт ктось свяжется с вами протягом 70 рабочих днів. То есть 7-10 рабочих дней. И вот это... И также они говорят, кстати, что United for Ukraine – это большое для вас решение. Значит, United for Ukraine программа – это просто ускоренный гуманитарный пароль. И United for Ukraine программа, она не обеспечивает мгновенный доступ к работе. И что вам нужно будет получить разрешение на работу и заполнить форму I-765. Ссылочка на эту форму и как получить это разрешение на работу вы найдете в верхнем правом углу. Это проверенная ссылка. Мы сами получали это разрешение на работу и получили его в течение одного месяца за 30 дней. Это очень быстрый срок. Далее, опускаемся вниз для заполнения... Вот, значит, сама анкета, вот она. И вы здесь должны записать, к примеру, свое имя. Так, вот, Инна Иваненко, вот вы написали. E-mail-адрес Ivanenko.Yahoo.com Social Media Link, то есть как с вами лучше связаться. Вы можете свой аккаунт на Фейсбуке, можете свои другие координаты дать в Social Media. Свой номер телефона. Даете свой номер телефона. И они спрашивают, какой самый лучший способ связаться с вами. Ватсап, Вайбер, имейл, Фейсбук. То есть выбираете, какой вам удобный способ. И также вот мне очень нравится здесь, они конкретно спрашивают, какой саппорт вам нужен, какая поддержка вам нужна. То есть нужно ли вам жилье временное, вы выбираете здесь. Нужна ли просто визовая поддержка, вы выбираете здесь. А ресурсы для вовсернемовы вы выбираете здесь. Психосоциальная допомога выбираете здесь. Другие вопросы. И также вот, пожалуйста, вам нужен спонсор только для выполнения формы Ай-134. То есть тут конкретные задаются вопросы. И где вы сейчас находитесь? Ну, к примеру, Харьков, да? И куда вы собираетесь ехать? Лос-Анджелес, к примеру. Это все примерные данные. Значит, есть у вас документы в наличии у всех ваших членов семьи? Да. И когда вы планируете отправиться в подорож? Вот, 12-го, 12-го, 22-го. Так, и на какой период вам нужно жилье, к примеру? На 4 месяца. Сколько членов семьи? 4 человека. И спрашивают они также возраст какой. Спрашивают, как вы передвигаетесь с животными? Как вы будете ехать с животными или нет? Не знаю. Так, согласны ли вы жить в семье, у которой есть животные? Да, нет. Была ли у вас вакцина от ковида? Какой у вас опыт работы? И какие у вас проблемы со здоровьем? То есть вы тут все это указываете. И какой у вас уровень английского? И все, на этом все. Да, вы подписываетесь вот под этим, говорите yes. И submit. И ваш, это application уходит по этому имейлу. И с вами свяжутся через, как они говорят, через 10 дней. Вот это вот один способ. У них также есть на фейсбуке, у них есть страничка вот у этого веб-сайта. Так что вы можете также с ними связаться через фейсбук. И уже многие люди это сделали и пишут им со своими вопросами. Вот, это один контакт. Второй контакт, вот, это visaintulsa.com, intulsa visa program. Это, значит, люди, которые штат Оклахома, так, и они тут, скажем так, ищут более ориентированных на айтишников, на компьютерщиков. И делают им сразу же переселение и все вопросы решают. И люди, которые этим занимаются именно по этой visa program на этом веб-сайте, они сами из Украины. Вот даже их фидбэк, их, как бы, их, то, что они написали, что мы сами из Киева и живем в Америке 25 с лишним лет. И программа обеспечивает, вот эта программа, виза, на которой они работают, обеспечивает бесплатный, значит, иммигрейшн, помощь. И job placement, они работу предлагают в Тулса, Оклахома. И также помогают family resettlement, и помогают, значит, людям найти работу и, значит, адаптироваться в Оклахоме Тулса, город Тулса. Вот. И, ну, они, конечно, более ориентированы на айтишников. Вот они говорят на этом веб-сайте. Вот, eligibility, то есть вы опускаетесь ниже, и здесь говорится, для этой программы они берут не всех. Опять-таки, критерии должны быть вот такие, что как минимум 18 лет возраст, то есть они ищут айтишников, работников. Желание переехать в Тулса, Оклахома, qualification to be placed in a role with the following job titles. Ну, в общем, веб-девелопмент, фронт, так, и также веб-дизайн, дизайнеров, вот, ну, вообще, в общем, людям, которые работают в софтверах. И вот они говорят, что humanitarian parole for displaced individuals, то есть они отдают предпочтение, вот, humanitarian payrolls, это как раз то, что у нас United for Ukraine. Если мы кликнем, то, пожалуйста, вот этот вот payroll, это и имеется в виду United for Ukraine. И вот они говорят, related skills may be applicable, if you are not, так, и вот они говорят, apply now, то есть вы можете нажать и заполнить application прямо на этом веб-сайте. Также вот эту новую информацию, которую я вам сейчас дала, вы можете, вот, вот этот вот веб-сайт, который занимается поиском спонсоров, и вот это вот также веб-сайт, который в Оклахоме, и вот этот вот веб-сайт. Вы можете также еще раз соединить всю эту информацию с информацией в предыдущем видео, где я рассказывала о других веб-сайтах, из моего предыдущего видео, вот это предыдущее видео. И надеюсь, что эта информация вам поможет найти спонсора, потому что здесь, в этом предыдущем видео, также достаточно много полезных веб-сайтов, которые помогают relocate people с переселением и поиском спонсоров. По приезде вам нужно будет оформлять разрешение на работу. Ссылка на разрешение на работу и как это сделать, находится в верхнем правом углу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всего хорошего!